Восьмилетний Ярослав занимается дзюдо уже год. Громких побед еще не было, но он уже хорошо усвоил, что это за вид спорта. Он такой физический, где там всякие броски, удержания, болевые приемы. А для чего тебе этот вид спорта? Чтобы я умел защищать своих родных. Сточинские гении дзюдо на вопрос, в чем секрет успеха, отвечают просто в ежедневной кропотливой работе. При этом задачи перед собой они ставят, как кажется на первый взгляд, вполне простые – привлечь к спорту детей. Не сидят дома за компьютерами, а идут заниматься нормальным мужским видом спорта. Поэтому это основная наша задача – увеличить, улучшить популярность нашего любимого вида спорта и привлечь как можно больше занимающихся. Поэтому естественный результат, который показывают наши воспитанники на международных соревнованиях. Сегодня под эгидой городской федерации дзюдо и самбо занимаются полторы тысячи детей во всех четырех районах курорта. В их копилке немало медалей. Юные спортсмены внесли свою лепту в то, что Сочинская федерация сегодня признана лучшим клубом по версии Всемирной ассоциации дзюдо. У тех, кто много работает, есть не только победы, но и трудности. Сочинские гении дзюдо их с легкостью преодолевают. В эти дни победу празднуют не только федерация дзюдо и самбо, но и сам Сочи. Город завоевал звание победителя среди регионов различных стран по развитию дзюдо, как олимпийского вида спорта. Это хороший пример для других. В городе Сочи появились федерации, на самом деле работающие, которые несут для себя основную цель – это развитие того вида спорта, который они культивируют. И хотелось бы пожелать, чтобы все федерации, которые в городе Сочи на сегодняшний день существуют, обратили внимание на этот факт, может быть, по-другому пересмотрели свое видение работы. Какая из федераций спортивного Сочи будет удостоена следующей премии Всемирной ассоциации – покажет время.